Всем привет! Вы находитесь на канале Ментал ТВ, где мы изучаем поведение человека и учимся читать его по невербальным сигналам. После лета рад снова снимать этот выпуск для вас. Многие писали, спрашивали, когда на выпуске будут ли они вообще. Очень приятно, что вы следите за каналом и ждете новые видео. Надеюсь, за лето вы хорошенько отдохнули и набрали сил, потому что новый сезон канала начинается и впереди вас ждет много чего интересного. И начать новый сезон хочу с темы, которую хотел раскрыть еще в прошлом году. Я думаю, что большая часть моих подписчиков уже знает об этом немного. Более того, мало кто знает, но на эту тему я выпускал свой второй ролик на канале еще в далеком 2014 году, но после пришлось ограничить доступ. Сегодня в выпуске вы узнаете, что такое холодное чтение и как его используют в своих целях экстрасенсы, хироманты, астрологи, медиумы, гадалки и тому подобные люди. На данный момент существует два самых главных метода чтения, которые используют экстрасенсы, медиумы, гадалки и так далее. Горячее чтение, техника чтения, которая предполагает, что информация о клиенте уже получена тайно. И холодное чтение, набор приемов, при использовании которых эти люди создают видимость того, что они знают о человеке гораздо больше, чем есть на самом деле. Вы жалеете, что не были в молодости более безрассудны? Вам нравится Индия, но вы там не были? У вас проблемы со сном? Ваш любимый цвет? Синий. Оба эти способа не являются результатом каких-то научных достижений и имеют никакого отношения к сверхъестественному. Как же работает холодное чтение? Основой холодного чтения является эффект Бардема Форрера. Я думаю, что многие уже слышали об этом методе, но для тех, кто не слышал. Эффект Бардема – общее наблюдение, согласно которому люди крайне высоко оценивают точность таких описаний и их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые на самом деле неопределены и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. Данный эффект также называют эффектом Форрера по имени психолога Бертерема Форрера, который в 1948 году провел психологический эксперимент, в котором 39 студентов факультета психологии получили бланки диагностики их интересов. Неделю спустя всем студентам выдали одинаковое описание личности, заставив их поверить, что оно было уникально и было получено, исходя из-за результатов вопроса. Затем студентов попросили оценить точность своих индивидуальных описаний личности по шкале от 0 до 5. Из 39 только 5 дали оценку ниже 4, и никто не поставил оценку ниже 2. Средняя оценка была приблизительно 4,3. Примечательно то, что хоть эффект достаточно старый и популярный, в умелых руках шарлатанов найдутся те, кто окажутся под впечатлением от этого эффекта. Именно поэтому я и делаю этот выпуск. В последнее время я часто стал наблюдать, как люди принимают за чистую монету описание разных эзотериков, парапсихологов и даже физиогномистов. Очень многие люди относят физиогномику к науке и пытаются принести сомнительные доказательства этому методу чтения. Сколько мне не приходилось читать анализы физиогномистов, я везде встречал метод холодного чтения, и в основе которого был, помимо эффекта Бардема, и другие техники. Но вместо того, чтобы просто объяснять, я вам покажу, как это работает, и потом вы уже сами делаете свои выводы по этому вопросу. Примерно за неделю до этого выпуска я в нашей группе ВКонтакте создал пост о том, что мы проводим эксперимент, в котором я указал, что нами был создан новый метод чтения, нужны люди, чтобы проверить достоверность того, как метод верно сможет считывать характер человека. После мне необходимо было придумать, что это за метод. Но нужно было что-то такое, что есть у каждого человека, как, например, хироматы выбрали руки, физиогномисты выбрали лицо, и первое, что мне пришло в голову, пускай это будут волосы. Я сказал, чтобы человек прислал фотографию своих волос, и по ним я составлю описание его характера. Описание я составил заранее. Я открыл первый попавшийся гороскоп и взял несколько предложений из каждого из знаков зодиака. Также некоторые люди любезно предоставили мне бесплатно описание, которое им составили физиогномисты уже за деньги. Оттуда я взял несколько абзацев и добавил в общий текст. Получился один единый текст, и я его отправлял каждому, кто мне писал и просил оценить по 10-ти бальной шкале, насколько это описание соответствует с их характером. В эксперименте приняло около 50 человек, и по подсчитанным данным среднее арифметическое составило 7,5 балла. Конечно, были те, кому описание не подходило. Были даже те, кто не понял смысл эксперимента и решили, что им будут тут целый ряд проводить, прочтут с ног до головы. Но большинство тех, кому описание подходило полностью, либо частично. Условия эксперимента я создавал в инструкции, как в эффекте Барнума. Если вы хотите провести свой эксперимент, то вот вам небольшая инструкция. Для начала создайте авторитетность, чтобы человек серьезно относился к тому, что вы будете делать. Например, скажите, что знаете одного психолога, который составит описание характера. Второе. Придумайте способ чтения. Вовлеките процесс вашу цель. Я, например, просил сфотографировать свои волосы. Вы можете попросить называть несколько любимых фильмов, и по его вкусу психолог якобы составит описание. Или по любимому стилю музыки, или пусть сфотографирует свою одежду. Необходимо выбрать то, что может быть у каждого человека. При составлении текста на начальном этапе вы также можете брать неоднозначные описания из гороскопов, как это делал я. И получайте результаты. Если сделаете все правильно, то, скорее всего, человек будет впечатлен. Хороший, кстати, способ оригинально завести знакомство. Что касается моего эксперимента, то у мной было составлено лишь описание на скорую руку, особо не вдумываясь. А теперь представьте эффект от того, что какой-либо шарлатан будет составлять описание характера, оценивая каждого человека индивидуально, и используя разные ловкие приемы холодного чтения. Ума много не надо, но воображение, конечно, потребуется. Нюансов чтения очень много. Сегодня я рассказал лишь об одном из них. Если вы хотите узнать больше способов и технии холодного чтения, то поставьте лайк этому видео. Я продолжу делать видео на эту тему, только если увижу вашу заинтересованность в этом. Использование холодного чтения будет полезно не только в сфере экстрасенсорики и гадания, но и повседневной жизни. Произвести впечатление на человека, повысить интерес к своей личности, использовать в качестве манипуляции, в составлении базового линия поведения, если вы занимаетесь профайлингом, и многое другое. Да и в конце концов, если вы будете знать, как это работает, то вас будет уже не так просто обмануть. И, возможно, у людей, которые верят в экстрасенсов, станет меньше. Я надеюсь. Возможно, кто-то из вас скажет, да, возможно, обычные квартирные экстрасенсы это используют, но настоящие медиумы существуют. Я сам это видел. Но я скажу, что это не экстрасенс такой крутой. Это ты слишком впечатлительный. И в следующих видео по этой теме вы будете понимать это все больше и больше. Холодное чтение – это одна лишь из многих техник ментализма, которая позволяет читать человека как книгу. Сама сфера ментализма, кстати, многогранна. Особенно это знают те, кто смотрел сериал «Менталист». Вы сможете удивлять своей способностью читать и внушать мысли людей. Вы сможете влиять на ход мыслей и поведение человека. И самое главное – люди будут хотеть познакомиться с вами. И это лишь часть преимуществ. Представьте, что бы вы делали со всеми этими знаниями. Представили? А теперь хотите узнать, где этому можно научиться? Я рекомендую вам онлайн-платформу по обучению ментализму на русском языке, которая называется «MyMentalism». Ссылка на нее я оставлю в описании. Переходите, и вы начнете делать то, что раньше явно не могли. Это было вводное видео по теме холодного чтения. Если хотите видео подобных больше, то узнаете, что делать. Помимо темы холодного чтения, я, конечно же, буду рассказывать про невербальные сигналы, делать разборы разнообразные и все то, что вы захотите услышать. Самое главное – следите за людьми и не оставайтесь в дураках. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok